Время — это серьёзная штука, оно действует прямо сейчас, показывает себя. Вот, и у человека должна быть сила какая-то внутри, дающая ему возможность побеждать время. Причина его действия такова, что смысл человеческой жизни — это достижение вот этой силы, способности быть сильнее времени, энергии любви, знания и так далее. То есть человек должен с возрастом стать сильнее, он должен научиться быть сильнее времени, научиться действовать и жить так, чтобы всё возрастающие трудности в его жизни не ломали его. Фактически человек с возрастом должен стать мудрецом. То есть он должен стать таким человеком, который способен в более сложных условиях жизни не сдаваться. Почему в более сложных? Потому что чем больше знаний, тем больше ответственности, чем больше возраст, тем меньше счастья. Чем больше возраст, тем больше болезней. Чем больше возраст, тем больше человеку нужно времени и сил для того, чтобы поддерживать свой психический баланс, свой равновесие. Таким образом, время в грубом теле, оно старит тело. Но в тонком теле оно ничего не старит, оно просто увеличивает трудности в жизни. Меньше энергии счастья выводит наружу спонтанно, больше энергии и трудностей. Таким образом, человек в возрасте уже не может быть счастливым просто потому, что он живёт, как маленький ребёнок. Ему нужно что-то делать для того, чтобы быть счастливым. И в этом заключается цель человеческой жизни. Научиться понимать, как самому поддерживать своё счастье, даже если его нет. Просто так, нет. Должен заставить себя быть счастливым, человек с возрастом. Должен быть сильнее событий, ситуаций, которые происходят в его жизни. Итак, мы говорим с вами сейчас об нашем отношении с временем. Время, когда оно изнутри выводит энергию счастья, человек в результате видит счастье вокруг себя. Что значит выводит изнутри? Смотрите, интересно знать, что когда время действует внутри меня, то оно воздействует сразу на три сферы моей жизни. Первая сфера — это ощущение внутри себя, то есть внутри моей психики. Если человек ведёт правильный образ жизни, то он уничтожает внутри себя все препятствия, и внутри себя чувствует счастье. Вторая энергия времени, вторая часть времени влияет на тело. Я живу внутри тела. Время вызывает, там болезни. И третья составляющая времени, она влияет на тех, кто связан со мной. Это моя энергия. Время, в результате влияния времени, влияет на тех, кто связан со мной. Она заставляет их делать мне больно, если это плохое влияние времени. Вот здесь уже совсем непонятно. Если, допустим, я в плохом настроении, то можно как-то связать с собой. Ну, то есть я могу исправить себе настроение правильным настроем внутри себя. Если я болею, значит, это можно как-то со своей жизнью связать. Но почему у меня муж или жена, допустим, муж-алкоголик, допустим, ну почему? Что я такого сделал? Я никогда не пила в своей жизни, я вела себя хорошо. Почему у меня муж недоставленный алкоголик? Почему я страдаю не изнутри себя, а снаружи? Это самая большая сложность, которую человек может испытать в этой жизни. И эта сложность, смотрите, когда я страдаю снаружи, здесь опять же реакция. Если я просто не люблю тех, кто приносит мне страдания, это означает, что я нахожусь в невежестве. Я не понимаю, что страдания, которые приходят ко мне, являются результатом моей собственной судьбы. Эта судьба так сделала, что я от них испытываю страдания. Если я этого не приму, счастье в этой жизни ловить невозможно. Вот, допустим, мне достался муж-алкоголик. Я не принимаю это своей судьбой. Это не значит, что я должна всю жизнь мучиться с ним. Нет, я говорю принять. Принять означает успокоиться, понять, что вот так. Если я это принимаю, то что это значит? Это значит, что я первый шаг в победе над судьбой сделала. Потому что принятие означает возврат в настоящее время. Давайте изучать эту тему серьезно. Смотрите, оказывается, когда человек под влиянием времени испытывает боль, у него есть два способа среагировать. Три способа. Первый способ – осознать, что судьба действует на него и успокоиться. Второй способ – верить в будущее. Означает устремиться своим сознанием в будущее и делать вид, что в настоящем счастья нет, но зато есть в будущем. И третий способ – сломаться и подумать, что все плохо, а раньше было лучше. Вот смотрите, когда человек сталкивается с временем, он таким образом его время выводит из настоящего времени. А выход из настоящего времени лишает возможности получать счастье, без которого невозможно жить. В результате человек становится обесточенным. Птица счастья завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Когда в школе выучусь, тогда буду счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучился. Вот устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Устроился. Вот на квартиру накоплю, тогда буду счастливым. Накопил. Вот дети в школу пойдут, тогда буду счастливым. Пошли. Вот выучу детей, тогда буду счастливым. Вот у детей квартира будет, тогда буду счастливым. Раз и умер. Самая лучшая песня не спета, Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди Все еще впереди Мы верим, да, что все впереди Это значит, что мы в настоящем времени жить не хотим Не можем, нам тяжело Верим в будущее Или человек верит в прошлое Когда думает человек верит в прошлое Он не живет настоящим Он говорит о том, что в прошлом было лучше Время его сломало, значит, такого человека Ищу песенку Время сломало Послушайте вот это состояние сознания Когда человек отступил под влиянием времени Когда он пытается побеждать его Но сейчас несчастлив Он счастье переносит в будущее Потому что он не принял свою судьбу Например, я живу в плохой квартире Мне мало места не хватает Вместо того, что радоваться того, что просто есть Хотя бы такая квартира Человек думает Я счастлив буду, когда будет побольше Все Он проиграл перед временем Переместил свое счастье в будущее И живет ради будущего В настоящем жизни нет уже Понимаете? Человек копится напряжение От нехватки счастья Начинаются нервы Начинаются ругань Почему? Потому что счастье будет в будущем Когда будет другая квартира Когда человек накопит через 10 лет На эту квартиру Она уже не нужна Потому что все разрушено в жизни Жена уже не может тебя терпеть Дети уже не воспитаны И так далее И ты больной весь Переезжаешь в эту квартиру Думаешь А почему счастья-то нет? Вроде вот она квартира Ради которой я жил Потому что неправильное понимание вещей Ночь яблоком стучит в окно Это означает, что человек не спит Если он находится в прошлом То есть он был душой молод А теперь старик Он был без причины Просто так рад Износилось много кресел Это значит, что он уже в возрасте И он теперь уже просто так рад Не может быть Это значит, что он душой старик Все Это неправильное мышление Это непонимание, как работает система жизни Человек в возрасте тоже может быть счастливым Просто он должен знать, как Он должен знать, что есть работа души Работа сердца Можно настроиться на счастье Можно счастье получать своими силами Они не только с помощью Просто потому, что я счастлив Алло Как у тебя дела? Хорошо И у меня хорошо Ну хорошо, слава Богу Веда объясняет, что вот это состояние В котором человек радуется, что у него все хорошо И слава Богу Называется сон души Потому что душа Она по-настоящему живет Когда счастье просто так не поступает Она просыпается И начинает пытаться постичь, как правильно жить И в это время человек развивается И по-настоящему жизнь Настоящая жизнь Это жизнь, в которой человек пытается понять, как правильно жить А когда все хорошо В это время душа спит Она не живет Она живет, но она себя не осознает То есть мы души Мы даже не тонкое психическое тело Мы души Душа вечную природу имеет Время на душу не влияет Оно не старит ее И не молодит Оно не может влиять на душу Время Потому что есть еще другое время Это материальное время Есть духовное время И духовное время Оно, когда соприкасается с душой То душа испытывает все больше и больше счастья Чего мы и ждем от этой жизни Мы думаем Завтра будет лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Завтра будет лучше, чем вчера А тело стареет Как оно будет лучше, чем вчера Не понятно Вот Поэтому Мы так чувствуем Что завтра будет лучше, чем вчера Но это другое чувство Это духовное чувство Оно тоже имеет место быть в нашей жизни Если я По-другому Начинаю относиться к жизни Относиться к жизни Я ценность Того, что я делаю Для сегодня Ставлю на второе место А ценность того, что я делаю для завтра В своей жизни Ставлю на первое Это аскеза Потому что боль Заставляет нас думать о сегодня Боль жизни Денег не хватает Страна в кризисе Меня увольняют с работы Семья рушится Детям нужно образование Денег на обучение детей нет И так далее Это все приковывает сознание К тому, что сейчас происходит Но если человек Не свое сознание Не отодвигает от этого И не работает над собой Тогда в этом случае Он не сможет перескочить На другую систему Восприятия мира В которой больше сил Побеждать судьбу Эта система Означает Способность Жить Меньше думая о себе И больше о других Боль Или влияние времени Заставляет человека Приковаться к себе Допустим Если сейчас Мне перекроют кислород Я не смогу дышать Я забуду про то Что я читаю лекцию Я начну Пытаться дышать Или если Допустим Я не ел два дня И меня посадили читать лекцию То я буду читать лекцию Но не так Как сытый Я буду думать Кушать Кушать Видите То есть Время приковывает человека Проблемам К боли И нам Чтобы заниматься Чем-то более возвышенным Нужно какие-то Иметь гарантии Хотя бы минимальные Но иногда Человек способен Даже в той ситуации Жизни в которой Он находится Успокоить себя И возвыситься Стать сильнее Возвыситься Означает Энергетически Больше получать счастье В той же ситуации В которой он находится Зачем это надо? Это надо по многим Пунктам Первое Получать счастье Больше В той ситуации В которой ты находишься Надо Для того Чтобы счастливо жить Для чего жизнь? Жить для счастья Если ты все время Мучаешься От того Что ты так Такого сознания Находишь Тогда нет жизни Один Человек подошел К своему наставнику Говорит Мой наставник Я сделал все Как вы хотели Сказали Я принял У своей жены И этот недостаток Он меня не беспокоит И этот недостаток И этот Я все принял Все что плохого Она делает Ко мне Я все это принял Теперь она меня не мучает Мне с ней нормально жить Но так же я от нее Ничего и не жду Потому что я понимаю Что от нее Нечего ждать Я это осознал У меня к вам вопрос Может быть Теперь самое время Мне уйти в монастырь И учитель ему сказал Теперь самое время Тебе быть счастливым Оставайся в этой семье Теперь тебя уже Ничего не будет мучить И так как ты Ничего не ждешь Поэтому Тебе не отчего страдать Теперь Служа своей жене Ты можешь быть По-настоящему счастливым Потому что Страдание Неоткуда взяться И так оно получилось Он стал счастливым Человеком В отношении Некоторые в глазах У вас испуг После моей Этой фразы Тема Непростая Итак смотрите Мы с вами Поговорили сейчас О вот этом Последовательном Влиянии времени Когда время Просто вот Вот так вот Все делает И с каждым Шагом жизни Человек должен Стать сильнее Становиться сильнее Он должен Обретать разум Разум обретать Что такое Обретать разум Как бы Я шел По жизни наугад Знаний не было Вот Не ту женщину Получил В своей жизни Я видел высоту Но не знал Как к ней Приблизиться Я не жалею Ни о чем Это правильный настрой Осел фундамент Креп от дома То есть Стало больше разума А то что Понято С трудом То мне Дороже То есть Означает Разум развивается Жизнь идет Это и есть Жизнь Когда мы На ошибках Учимся Не яблоком Ночь яблоком Стучит в окно А Все нормально То есть Надо принять Судьбу Нужно ее Принять Почувствовать Что вот Она такая Ничего страшного Это хорошо Это супер Теперь смотрите Есть еще один Способ влияния Времени на нашу жизнь Вот это уже Непредсказуемо Непонятно Есть прямой Последовательный Способ влияния Времени Ну мы стареем Там больше испытаний В течение жизни А есть еще Волнообразный Вроде бы все нормально Было Почему жена Решила уходить Из дома Никак это не связано Со старением Я еще молодой парень У меня все нормально Работает Почему жена Решила бросать Непонятно То есть смотрите Бывает еще Влияние времени Такое Что время Усугубляет Ситуацию И вот в этой В этом волновом Влиянии времени Которое Всегда вызывает Шок Как бы Неожиданность Человека в жизни Не ожидал Что так будет Вроде бы К этому все не шло Есть четыре стадии Такого влияния И четыре стадии Влияния времени Так как время Влияет на что Оно влияет На наше тело Оно влияет На нашу семью Оно влияет На коллектив Которым я работаю Оно влияет На нашу страну И оно влияет На нашу землю И оно влияет На все это По разному У меня в теле Все может быть нормально семье не очень в коллективе супер и в стране плохо понимаете то есть другими словами в каждой структуре внутри каждой структуры вот это волнообразное время она своим волну гонит там одна волна там другая война волна бывает сверху бывает опускается вниз вниз означает плохо сверху на волне хорошо внизу плохо давайте разберем четыре стадии влияния времени на на все четыре структуры которые я описал первое это наше тело у меня в теле все хорошо это значит волны не идет волна не идет если я делаю зарядку виду здоровый образ жизни питаюсь правильно всем прощаю вот живу как надо по режиму дня у меня в теле значит должно быть все нормально теперь несмотря на то что я все делаю правильно первая стадия плохого влияния времени волна пошла не в ту сторону что-то у меня не так хотели мне не нравится самочувствие и чувствую что-то не то вторая стадия волна усилилась вторая стадия влияния времени у меня плохое здоровье неплохо мне плохое здоровье и надо лечиться у меня что-то болит третья стадия влияние времени у меня здоровье никуда я тяжело болен и просто плохо не просто я болею я тяжело болен не опасное заболевание четвертая стадия влияние времени какая реанимация опасная ситуация для жизни доктор я могу на что-то надеяться смотря на что ты будешь надеяться доктора я жить то буду я бы тебе не советовал без смеха уже на четвертую стадию невозможно воспринимать нормально дальше семья первая стадия мы друг друга не понимаем нас какая-то несовместимость раньше была вроде совместимость а некоторые даже забывают что была совместимость раньше они думают что никогда не было так они думают наверное ошибалась какая-то у нас несовместимость мы друг друга не понимаем. Вторая стадия влияния времени плохого. Это не мой человек. Но вот человек, с которым живут, не мой человек. Мне нужен другой. Третья стадия плохого влияния. Он плохой человек, плохой. А я хороший. Четвертая стадия плохого влияния времени означает все расходимся. Развод. Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, прощай. Так действует время. Ничего не говори, ничего не обещай. Страшная стадия четвертая. В коллективе. Первая стадия. Что-то мне тяжело, на работе стало тяжело. Вторая стадия. Я начальство не устраиваю. Третья стадия. Меня считают плохим работником. Четвертая стадия. Мне подарили весь мир. Или хотят подарить весь мир. Четвертая стадия. В стране. В отношениях с другими странами. Мир. Значит, время, циклическое влияние времени не действует. Отношения начали портиться. Они не такие, как мы. Вот эти, те, не такие, как мы. Мы другие. Они другие, мы другие. Полярность возникает в отношениях между сторонами. Это первая стадия. Вторая стадия. Мы хорошие, они плохие. Вот они плохие. Точно плохие, а мы хорошие. Третья стадия. Не разговариваем. Третья стадия. Они враги. Четвертая стадия. Четвертая стадия какая? Вставай, страна огромная. Вставай на смертный год. Мы сейчас на какой стадии находимся, мои хорошие? Наша страна. Третья стадия. Нет, не на три с половиной. На второй. Между второй и третий. Да, между второй и третий. Пока не враги, но уже как-то к этому все как-то идет. Чувствуете, это время так действует. Если мы говорим, они плохие, правительство плохое, наше правительство плохое, если мы начинаем время переводить в личности, то тогда хаос. Наше правительство плохое, значит у меня хаос в отношении со своей страной. Меня вытурят с работы и поеду несолоно хлебать. Если те плохие, значит я усугубляю ситуацию, я нагнетаю обстановку. Понимаете? И так далее. То есть понимание, что так действует время, является самым лучшим. Теперь вопрос сразу, а если, допустим, война, и действует время, войну создают, значит ли это, что я должен сидеть, смотреть на то, как время действует? Всех убивают вокруг, жену убило, время действует, что делать? Правильное мышление, нет? Нет, человек защищает свою страну, сражается за родину. Но если он знает, что это действует время, то он тогда спокойно сражается. Он не злится ни на кого. Злоба означает выход из равновесия. Человек выходит из равновесия, разум его теряет силу, и он проигрывает. Да, человек спокоен, он способен побеждать. И так, человек должен быть спокоен. Но как быть спокойным? Оказывается, существует определенная сила, которая сильнее действует, чем время. Эта сила способна уменьшать влияние времени и одну стадию переводить в другую. То есть, была четвертая, стала третья, была третья, стала вторая, была вторая, стала первая, потом раз, и все хорошо. Несмотря на то, что время давит, оно не может действовать. Это называется победа над судьбой, такая деятельность. И как вы думаете, что побеждает судьбу? Такая сила, как называется эта сила? Любовь, да. Любовь. Любовь означает не наслаждение, потому что некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, ну как я с ним буду жить, если я не чувствую счастья с ним рядом? Поднимите руку, кто не чувствует счастья близким человеком? Ах, остыли отношения. Так действует время. Вот вы, девушка, подняли руку. Если вы чуть-чуть подождете, 8 месяцев, у вас пройдет это влияние, и у вас теплеет начнут отношения. Но так как вы не знаете, что это циклами идет, вам кажется, что никогда уже теперь не потеплеет. Вам так кажется. Это означает неправильное отношение к времени. Я могу чувствовать вход времени, и вам говорю, через 8 месяцев станет лучше отношение. Они у вас начали портиться где-то месяцев 9-10 назад. И месяца 4 назад стали сильно портиться. Я правильно говорю, нет? Девушка, я с вами говорю, да. Вы не оглядывайте с вами. А? Не 9 месяцев давно. Сколько? А, все, я увидел. Где-то 3,5 года где-то. Ну вот, те сроки, которые я поставил, это уже серьезное влияние к времени. И вот через месяцев 8 начнет улучшаться потихоньку ситуация. Через 3-4 месяца уже легче станет. Если вы подождете. А если вы подумаете, что ничего не будет хорошего, тогда в этом случае время перейдет на четвертую стадию влияния. Так энергия любви. Нужна энергия любви. Вот интересно, как она действует. Давайте послушаем, потому что через песни человек может понять. Можно с помощью песни, как песня, это слова с любовью сказаны. Когда человек через любовь слушает слова, то к нему в сердце приходят знания. Так можно просто услышать, послушать и подумать, что это, наверное, так. А если ты услышал песню, тогда в этом случае ты реально поймешь, что это так. Слушайте внимательно. Четвертая стадия влияния времени человек может увернуться от ее нападения. Спокойный человек. Когда человек сражает спокойно, он победитель. Потому что когда время действует, он вызывает всегда беспокойство. И если он уже в беспокойстве находится, он тогда не знает, откуда оно действует. Когда человек спокоен, он видит направление влияния времени. Откуда смерть действует, он знает, да он спокоен. И он может противостоять, уйти от удара времени. Таким образом, энергия любви дает возможность ориентироваться человеку в той ситуации, в которой полная безнадега. Допустим, муж уходит от жены безнадега. И женщина должна откуда-то брать энергию любви. Потому что от мужа она уже не идет от энергии любви. А если я ей отдаю мужу энергию любви, то я уменьшаю, у меня меньше становится. То есть, понятно, отдавая ему энергию любви, я смогу его задержать. Любовь это не укорый и не... Вот смотрите, как действует энергия времени. Муж уходит, а жена ему говорит... Ну и уматывай. Говорит, спасибо, я так и думал. И уходит. Она говорит, постой, не уходи. Он говорит, видишь, ты нуждаешься во мне. Это значит, что ты хуже меня. Я найду себе такую, которая такая же, как я. И уходит. Видите, то есть, что не скажи, все время он уходит. И так поверни, и так все одно и то же. Но если она начинает прощать, просить прощения, по-доброму относиться, это задерживает человека. Слова ничего не сделают. Слова не могут действовать в пространстве, в котором время перешло определенный рубеж. Даже на третьей стадии влияния времени слова уже бесполезны. Когда мы враги, тогда дипломатия заканчивается. Люди не могут строить дипломатические отношения, когда враждебная ситуация. Все. Не говорят, друг другу тебя не слышат. Нужно хотя бы, чтобы мы были разные, как-то. Мы хорошие, мы плохие. Еще как-то можно доказать, что мы тоже хорошие. Но когда враги, уже все, ничего не докажешь. Поэтому в этом случае нужна любовь, нужна энергия любви. Но люди в большинстве своем не знают, что энергию любви можно получать не только от близкого человека, не только от своих детей и не только изнутри себя. Вот, например, человек говорит, у меня нет к тебе никакой любви. И это означает, что он не понимает, что ее можно откуда-то взять, если у тебя нет. Вот на этом строится вся древняя культура. Все священные писания как раз об этом говорят. Что если у тебя нет любви, и ты не можешь противостоять боли, которая действует на тебя, эту энергию любви можно взять из трех источников. Первый источник – это природа. «На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо». «Хорошо» означает счастье, энергия. «С былым наедине», то есть память он включает о том, что он жил в этом месте. «Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь». Победил в древнее время, успокоился. «По Васильковой синей тишине ничем не беспокоясь». Почему? Потому что он верит в это место. «Здесь все мое, и мы, и мы отсюда родом, и Васильки, и я, и тополя». Он верит в это время, у него есть связь с этим местом сильная. То есть он чувствует энергию Бога, энергию природы. Природа – это энергия Бога. И он наполняется счастьем, ему становится хорошо. Природа дает человеку спокойствие, наполняет его силой, дает ему здоровье. Таким образом, человек может победить судьбу с помощью первой энергии Бога, это энергии природы. Она идет от земли, от воды, от леса. «Серая птица лесной, из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща». Ну то есть от леса человек может получить энергию спокойствия. Солнце, может получить от гор, от солнца. Солнце, ты посмотри, какое солнце в дышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Оказывается, энергию солнца можно дарить. Ты получаешь эту энергию солнца, потому что веришь в него и даришь ее. Веда объясняет, что разные стихии, то есть энергии Бога, они дают разные силы человеку. Например, земля дает спокойствие. Когда человек живет на высоком этаже, живет в городе, где нет земли, один асфальт. Асфальт – это не земля. Земля – это энергия Бога, а асфальт – это энергия человека. Когда человек живет на земле, лучше же жить на земле, чем на асфальте. Согласны? Кругом земля. Спокойнее? Чувствуете? Свой дом, все хотят в своем доме жить. Почему? Потому что он близко к земле. Во-первых, внизу. Во-вторых, не на высоком этаже. Чем выше над землей человек живет, тем больше его напрягает. Поэтому дети рождаются. Это ЦП, аутизм. Почему? Потому что высокие этажи и город. Напрягает это. Нет земли, и земля расслабляет. Лес дает защиту. Если человек раздражен, говорит, я на нервах, я не могу никого видеть. В лес. На нервах, в лес. Лес расслабляет, дает защиту. Человек защищен. Энергия леса, ему спокойнее становится. Стресс. Человек не может спать даже, ему тяжело, бросили его. Он весь раздражен, весь с кем разговаривать не может, ему плохо становится. Лес. Человек идет в лес, гуляет по лесу, спокойно становится. Энергия Бога дает силу, защиту. Горы дают способность побеждать трудности. В горы, когда люди почему уходят, они становятся сильными, альпинисты, волевые люди очень. Почему? Потому что они имеют дело с горами. Вода дает отношения правильные. Спокойствие в отношении. Контакт, гармонию дает. Люди становятся гармоничными в отношении. И человек, если верит во что-то, в землю. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. Хай накроет туман. Ну, то есть, он как бы успокаивается от земли. Солнце дает оптимизм, дает радость, позитивное мышление. Дает человеку возможность побеждать судьбу. Как бы чувствует силу в себе человек. Свежий воздух, ветер дает бодрость, концентрацию внимания, хорошую работоспособность. Наступила грусть. Что ж, пойду, пройдусь. Заряжусь воздухом. Смогу победить судьбу таким образом. Видите, почему становится хорошо? Расслабляет, укрепляет, защищает, оптимизирует. Потому что там идет энергия любви. Это все энергия любви. Это энергия любви принадлежит Богу. Мы откуда берем энергии любви? От инфракрасных лучей. От таблеток. Не от солнца и трав. А от инфракрасных лучей и таблеток. Потому что мы не различаем химии, ну как бы наши возможности и возможности Бога. Не различаем. Мы не понимаем разницу между тем, что идет от Бога. Лучше просто на недельку, на вторую я уеду в Комарова. И просто покупаюсь в море. Чем я пойду там, лягу в ванну гальваническую там какую-нибудь и буду там лежать. Понимаете? Лучше с природой сконтактировать. Хоть ты не понимаешь, что там происходит, почему тебе лучше там становится. Но тебе факт становится лучше. Потому что энергия любви идет от природы. Надо время на это тратить. Надо понять ценность. Люди не понимают ценность, поэтому и не бегают. Не бегут на Байкал. Я когда приехал в Иркутск, первый раз я первый, что сделал, я приехал на Байкал. И залез в ледяную воду. Там это была весна, и ангара оттаяла, и она протали, но сделала в Байкале такую. И мне хватило как раз, чтобы покупаться. Я залез раз, раза с пятого заходил, выходил, и в конце концов лег. Когда я лег, я почувствовал единение с этой огромной чистотой. Байкал, это не просто вода пресная. Это очень чистое место, возвышенное. Я не буду вам объяснять глубокий смысл этого, потому что многие не поймут. Думаю, Талий Геннадьевич, наверное, больной шизофренией. У нас такие вещи будут. Есть даже силы на Байкале, которые защищают от цивилизации это место. Люди, которые там пытаются что-то сделать, построить, с ума сходят, несчастные случаи возникают. Потому что есть силы защищающие. Это место, оно обладает огромной силой. Человек, когда туда едет отдыхать, он наполняется этой силой, чистоты. Такого места в России больше нет. В уникальном месте живет. Надо ездить больше отдыхать на Байкал. Получать силы от него. А не ехать куда-то там непонятно где. Куча народу бегает. И на пляжах в Сочи. Там природы не остается. Все бегают, ходят вокруг, курят. А тут чистота, благодать Божья. Вот где надо отдыхать. Ну, это же надо понять сначала. Там развлекаловки-то никакой нет. Только отдых, сердце. В тишине природы человек находится. Вторая сила, которая дает отдых, это служение людям. Когда человек просто людей видит, он не получает от них энергию любви. Энергию любви можно получить, когда ты ее людям отдаешь. Когда ты энергию любви направляешь на других, а не просто на свою семью. Тогда человек способен энергию времени побеждать в отношениях с близкими людьми. То есть, любовь можно брать от людей. Чтобы счастливым быть в любые дни. То есть, дни бывают под разным влиянием времени. Свою любовь мы так беречь должны, чтобы не замыкаться друг на друге. Чтобы грела всех она своим теплом. Надо кормить соседей пирожками. Пирожками нужно друзей и друзей приглашать в гости. Нужно собачек кормить, если даже у тебя не хватает. Нужно отдавать любовь всем вокруг. Дай деревца садить возле дома. Мы с женой налаживали атмосферу на площадке в Москве. Я помню. Мы изучали эту тему, чтобы счастливым быть в любые дни. Вот у нас в подъезде пусто, нет энергии любви. Люди не знают друг друга, не любят. Надо было их сделать так, чтобы было полно. И мы начали трудиться над этим женой. Я не ем шоколадные конфеты. Мне постоянно приносят, дарят. Я беру эти шоколадные конфеты, открыл коробку и положил на подоконнике в своем подъезде. Несколько дней лежало, никто не трогал. Потом, наверное, какой-то ребенок взял одну конфетку тайком. Без мамы шел, взял конфетку. И там такая дырочка образовалась в коробке. В результате ее смели за полчаса. Ну, потом, не за полчаса, но к концу дня не было, уже пусто было. Когда мы в следующий раз коробку поставили, ее смели сразу за один день, она уже не стояла. Потом кто-то цветочек поставил на другом месте, поставил кружку с водой. Поливали этот цветочек. Вот. Ну, начал расти цветочек. Потом, ну, моя жена принесла соседке пирожки, позвонила ей в дом. Муж открыл, она говорит, а хозяйка дома? Он говорит, Валь, иди тебя. Ну, так где-то сказал. И, как бы, она подошла и говорит, что вы хотели? Жена такая смиренно смотрит, говорит, я не знаю, я вкусные пирожки сделала или нет. Новый рецепт, попробуйте, пожалуйста. Ну, там хозяйка тоже взяла, попробовала. Не хватает того-то, того-то. Все, закрыла дверь. Через два часа звонок опять. Она стоит, я переделала. Попробуйте. Попробовала. Вот теперь нормально. Возьмите, пожалуйста, это вам. Она взяла пирожки. Через три месяца. Я выхожу на площадку, на работу, и сосед выходит. Мы с ним встретились на площадке. Он меня увидел, вспомнил пирожки. Заулыбался. Я ему заулыбался. Мы пошли на работу. Пирожки сработали. Энергия любви растворила подъезд. Когда воры пытаются своровать что-то, они интуитивно находят подъезды, в которых глухомани. Никому ничего не надо. Когда подъезд ухоженный, там цветочки, когда там энергия любви, вор никогда не пойдет туда воровать. Потому что если он куда-то полезет, его тут же соседи сообщат. Понимаете? Таким образом энергия любви защищает от злых вещей человека. Подъезд стал защищенным. В нем стало легко жить. Понимаете? Он стал защищенным энергией любви. Почему же мы сейчас этого не делаем? Потому что у нас нет нравственного образования. Раньше людям с детства давали это образование. Не улыбайся, когда увидишь кого-то вокруг себя. Разговаривай по-доброму со всеми. И тогда у тебя жизнь будет хорошей. Но сейчас этого образования нет. Раньше люди очень хорошо понимали, что надо жить. Жизнь не дома проводить, а на улице. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Девушки создают атмосферу счастья на улице. А я испытываю это счастье в результате. Они с удачей между собой улыбаются, разговаривают, создаются атмосферы счастья. Сейчас никто не с удачей на улице. Я в Сан-Франциско, когда приехал, говорю, где люди? Вышел в город. И мне сказал организатор, люди в машинах. Каждого по две машины. Я говорю, а что же, как они общаются по телефону? Ну, конечно.